Андрюш, скажи, пожалуйста, давай начнем с 24 февраля 2022 года, дата, которая разделила всю нашу жизнь всей Украины на до и после. Как ты узнал о том, что началось широкомасштабное вторжение и что ты стал предпринимать, что ты стал делать, что ты почувствовал? Я еще не спал эту ночь, смотрел какой-то сериальчик, была прекрасная мирная жизнь, Киевская область, Житомирская трасса, волшебный дом и потом я услышал, понятно, взрывы, вышел на улицу, ну и потом уже, конечно, вся лента была во вспышках, фотографиях, я понял, что началась война, но я человек не военный сам внутри, больше человек креативный, творческий, ну и как-то на это не сильно обратил внимание. Потом мне позвонил мой друг и говорит, ты выходил на трассу, это уже было 25 число, я живу недалеко от Житомирской трассы, я говорю, не, не выходил, он говорит, выйди, посмотри. И я сел в машину, буквально 500 метров, доехал до трассы и увидел кадры из фильма «Апокалипсис», ну то есть я увидел 8 рядов автомобилей, которые двигаются медленно-медленно, двигаются на запад, это были в основном женщины, дети и животные, то есть женщины, орущие дети и кричащие в переносках коты, то есть это выглядело вот примерно так. И все обочины были, в общем, засажены этими ходящими в туалет женщинами, машины бились, 8 рядов занято, топлива нету, бросали эти машины, ну в общем апокалипсис. Вот, я когда это увидел, я понял уровень беды, которая пришла на нашу землю, но в тот момент я еще не осознавал это на 100%, вот когда начались обстрелы Житомирской трассы, когда эти машины начали разбегаться в разные стороны, и к нам в поселок в том числе, какие-то прибалты, какие-то узбеки, какие-то люди вообще совершенно незнакомые нам, вот прятались у нас в бункере, у нас был бункер такой, там поместилось человек 200, вот, вот примерно так началось в поселке у нас, да, у нас есть тут такой некий спорткомплекс, это было единственное место, где был бункер, ну его там не было профессионально, просто как бы был подвал такой большой, вот. Ну и люди залетали к нам в поселок, ворота были, понятно, открыты, потому что им надо было куда-то прятаться, потому что везде все рвалось, вот. Бросали машины и быстро залетали в этот бункер, то есть вот в чем мать родила, да, вот так вот началась наша война, и я понял, что это серьезная история такая, но это еще было не все, то есть это еще было не все. Я не знал, что они придут так быстро к нам, и они уже были через два дня здесь рядом с моим поселком, да. Андрюш, что ты делал, что ты делал, вот твое состояние, вспомни твои мысли и дальше вот с того момента, что вы делали с твоими друзьями? Я увидел большое расстройство и большую, скажем так, растерянность большую у людей в глазах, это у наших мужчин, у наших женщин. И были люди, которые восприняли это все стойко, нормально, рационально, были люди, которые все это воспринимали там увеличенно, то есть паниковали. И мы где-то там сутки там разбирали с организацией там, где взять воду, где взять медикаменты. У нас были какие-то непонятно, незнакомые нам беременные женщины там в предродовом состоянии здесь, врачей не было. Вот, ну и мы попали в окружение, то есть получается, что вокруг нас с восьми сторон стояли уже русские, то есть стояли уже танки везде, они уже зарывались полностью, они здесь разобрали тракторный салон, тут трактора продавали, ну просто как салон автомобильный, новые трактора продавали. Они его разобрали, выгнали оттуда все трактора-экскаваторы и начали перерывать вокруг здесь всю местность у нас. Но к нам в поселок пока не заходили. У нас было шесть человек и было шесть автоматов, то есть всего шесть автоматов, ну то есть шесть калашей было. Все, больше ничего не было совершенно. Ну и понятно, что там первое, что мы делали, это мы думали о защите от мародеров, то есть мы не думали совершенно воевать, потому что я там понятия не имею, не имел правильно сказать, как подбивается там бронемашина противника. Вот, да, и в какой-то момент времени наш, наверное, общий с тобой друг, это Миша Радуцкий, это мой сосед, его здесь не было, он был где-то в городе, там, наверное, по службе, потому что у него уже депутат там народный, по-моему. Вот я там не разбираюсь сильно в этих регалиях, вот. Вот, и я ему позвонил, я говорю, Мишань, я говорю, дай мне какие-то контакты хорошие, и он мне сбросил человека, с которым мы, дай ему бог здоровья, до сих пор дружим и вместе воюем, вот, сбросил человека, человек оказался там из структуры, из серьезной, вот, ну и мы начали получать задачи. То есть война, это задача и выполнение задач, потому что если все будут делать там то, что им кажется правильным, будет там дикий хаос, и из этого ничего хорошего никогда не выходит. Вот, и они нас начали координировать, и когда я увидел первый раз удар нашей артиллерии по колонне, я ее увидел своими глазами, по колонне, такой колонна была где-то, наверное, ну, машин 50, наверное, вот. Вот, ударила наша артиллерия со стороны Белогородки, откуда-то я видел, что летела, единственное, что я по рации поймал команду, хлопцы ховайтеся, хлопцы, да, и вот, и наши артиллеристы, конечно, работали как ювелиры, просто, ну, то есть колонну раздолбали там в течение, там, не знаю, трех минут, там просто ничего не осталось, просто каша такая. И мы, когда вышли на Житомирскую трассу, там был такой, ну, вот, как такая смерть, умноженная на смерть, и все вот эти развалины дымятся, горят, никого нету, мы не нашли ни одного трупа. Ну, то есть была такая температура горения, что оно все превратилось в прах вообще, в пыль полностью. И вот с этого первого обстрела началась, началась моя война. Таких колонн было четыре здесь, ну, их подтвердили. Это те, которые вы с ребятами, вот, шесть добровольцев, практически, да, с пыльами в руках? Ну, да, конечно. Вы уничтожили оккупантские колонны еще тогда, когда они пришли под Киев? Мы не уничтожали их, мы навели на них, да, мы точно дали координату, где они остановились, где у них стоит прикрытие, они не смогли отойти просто физически. А потом ночью нам дали информацию, уже не могли летать, не могли летать беспилотники наши, не могли летать самолеты, не могли летать вертолеты, потому что они поставили здесь мощное ПВО, и его надо было найти. Я первый раз узнал эти термины, там, БУК-М, ТОР, вот эти системы, и они говорят, найдите ТОР, найдите ТОР, у вас там стоит два ТОРа, два ТОРа в вашем квадрате стоит. Ну, ночь, мы в окружении находимся, и у меня два парня, они сейчас тоже служат на белорусской границе, ушли, потом подписали контракты, вот, и они вымазались грязью, вот, и поползли туда корком, вот, и подползли к ним, они чувствовали себя совершенно спокойно, как будто они домой к себе приехали. Это в районе Бучи, это, получается, между Макаровым и Стоенкой, это Березовка, Бузовая, район Матыжина, это вот этот район был, вот, и они подползли к ним вплотную, нашли этот один ТОР, нашли, второй мы не нашли, один нашли ТОР, понятно, тут же передали координаты, тут же по нему прилетело по этому ТОРу, Да, 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 ну, вот, и они оба приползли раненые, потом, почему, раненые чем? По ним начали стрелять, но по ним не попали, а попали по земле перед ними, и им лицо посекло кусками земли вот этой вот просто, ну, как осколками посекло. Ну, они такие счастливые приползли, и еще украли у отошедшего в туалет Орка, видимо, санинструктора или врача, огромный, ну, такого размера, литров на 60, медицинский рюкзак, опечатанный полностью, вот, и притащили нам его сюда, и рацию украли у них. И я говорю, его Эдик зовут парни, я говорю, Эдик, я говорю, вы больные на голову, я говорю, вы больные на голову просто, ну, то есть нормальные люди не могут подползти на 15 метров там к сидящему у костра Оркам и украсть у них рюкзак. Ну, вот, вот с этого все как бы началось. Простые пацаны, то есть, Андрюш, я подчеркиваю, это, получается, же не кадровые военные, они просто добровольцы были, они в мире лежат. Партизаны, да, это наши партизаны, я тебе скажу, что... Какое бесстрашие, послушай. Слушай, это не бесстрашие, это безумие, говорят, что есть какой-то даже синдром, там, как-то он называется, там, Урмановитте, говорят, что даже есть какой-то синдром, который убирает страх, вообще, это безумие просто, это, на тот момент это выглядело как безумие какое-то, вот. И я на них смотрел, я говорю, ребята, ну, с меня не знаю, премии, почку могу вам отдать, ну, то есть, что вы захотите, просите, что хочешь, хоть полцарства, вот. Вот, а потом наши передвигались здесь по территории, потому что много надо было помогать, здесь много людей пооставалось, и простые гражданские наши, которые, ну, наши, как бы, знакомые друзья, передвигались здесь по поселкам вокруг, вот. Вот, и Серега, это мой управляющий, это просто парень-завкос мой, у него был пневматический, ну, то есть, воздушка-пистолет Стечкина, который шариками стреляет, воздухом, и, ну, и больше ничего не было, понятно, вот. И они напоролись на разведку орков в количестве трех человек, вот, и увидели их со спины, то есть, они их увидели первыми, это их спасло очень сильно, вот. Вот, и он, не думая долго, достал этот пистолет, наставил им этот пистолет, и начал орать, не своим голосом, там, пи***, сдавайтесь, вот, эти, они обернулись, один побежал, вот, а двоих, они, двое легли в землю, вот, наконец-то у моих появилось два автомата трофейных, вот, ну, то есть, они их взяли в плен и притащили сюда, я говорю, что с ними делать, мы в окружении находимся, то есть, у меня в подвале пленные уже сидят, и начали тягать сюда пленных, потом притянули какого-то бурята, ты, наверное, его видел, этого бурята, он с побитой ногой был, какой-то водитель грузовика тоже с разбитой колонны, он подвозил танковые снаряды в район Милой, откуда танки стреляли по Киеву, ну, то есть, ну, понятно, колонну эту разбили полностью, а его раненого несли, наши друзья их вспугнули очередью, его бросили, здоровые убежали, он вот так вот, как лежал на носилках, так его и нашли, его вот так же привезли на тачке, на рокли, на такой, на поддоне, привезли к нам в поселок этого бурята, и оттуда же пошло крутое вот это выражение, боевой бурят, это мое выражение, я думаю, что надо какой-то получить какой-то копирайт. Да, я тебе пришлю видео, это видео, датированное 26 или 27 февраля. А вот, друзья мои, первый наш трофей. Ты кто? Бурят. Бурят? А, боевой бурят? Нет. А какой? Тыловики мы, тыловики мы вообще не знаем. Тыловики? А, братан, держись, отправим тебя в Бурятию. Он приехал. Подвоз, ракет. Куда, куда вез ракеты? Видишь, да, вперед сказал. Ты привез ракеты, чтобы нас валили, а мы тебя везли. Ракеты куда вез? За танками, за танками ехали. За танками ехали. Вот это боевые буряты наши, ребята. За танками ехали. Будем спасать, отправлять в Бурятию. Оленей надо пасти, оленей. А как он оказался на территории Томахалыша? Ну, его свои принесли. Принесли трое. Я понял, я понял. Думаю, они перелись. Так что, деньги не платят, да? Не платят. Какие деньги? Так а что ж тебя кинули свои-то? Расскажи. Вот такие вот свои оказались. А кто? Тоже удмурты? Как? Или кто? А что значит повязка в Томахалыше? Обознаватели. А обозначение чего? Ну, что типа, вот мы русские здесь. А вот вы русские здесь? Да, ну, на руку. То есть ты знал, что ты едешь в Украину, да? Через это получилось обозначение? Ну, когда мы сюда заехали, 23-го, нас все собрали. И, конечно, уже все было. Когда начали стрелять, мы начали все вот это прибинтовывать. Чтоб свои не застрелили. Когда стрелялись, там вообще было страшно. Под Уралом валялся. Андрей, помогите, пожалуйста. Каким образом? Посмотрите, пытаемся. Каким образом? Что надо сделать сейчас? Посмотрите. Обстрел идет. Ты что, не видишь, что обстрел идет? Это ракета взрывается. Да. Сыпь это с колками, ты видишь? Это ракета, да. Это большой комплект взрывается. Ты куда? Смотри туда. Откуда? Республику Бурятия. А? Республику Бурятия. Что стреляли по нам? Не знаю. Ну, кто? Друг твой стрелял? Стрелял. Я сам не стрелял. Как зовут его? Не знаю. Тоже первый. А тебя как зовут? Данил. Данила. Все, лежи, будешь живой. Будешь не дёргаться. Какого года рождения? В 2003-й. Дайте нам стингеры. Вертолеты летают. Куда пакушку? Есть второй. Один сбежал. О, смотри. Русская армия. Покажи. Покажи эти его. Наши грозы. Ёпты. Вот. Оторванное жильем отрывал, да? Что там? Тацинская? Тацинская. Вот она. Вот она. Слава Украине! А вы их не сдали потом? Мы не могли. Мы в окружении сидели. Ну, кому мы их? Мы могли... У нас было три варианта. Мы могли их спрятать. Первый вариант. Второй. Отпустить. И третье. Расстрелять. Все. Мы их спрятали. Вы их спрятали? Мы их спрятали, да. Поняла. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты сказал о том, что у вас там были беременные даже женщины на снастях? Да, Мишу родила. Родила женщина прямо в подвале. Я воду кипятил в чайнике на генераторе. Не было ни фельдшеров, ни врачей. Никого не было. Приняла, помогла какая-то женщина, у которой тоже есть дети. Просто женщина родила в подвале. Парня назвали его Миша. Боевой парень наш. Слушай. Ну, жестяк, скажи такое. Такое все было хорошо. И тут Миша рождается у меня на глазах, знаешь. Ну, понятно, мы в обмороке. Миша орет. Да. Вот так это было. Причем это по эмоциональному накалу еще круче, чем все остальное. Потому что когда вот... Я не представляю, бедная женщина в подвале, под обстрелами, по антисанитарии, без медицинской помощи. Олесечка, я... Это для меня такая самая была мощная мотивация. Я когда увидел, как страдают наши бабы, наши женщины, у меня такой кошмар начался. Я говорю, кто мог себе позволить сделать такое, что такое количество людей бросало дома, утирало сопли детям, садилось в эти корчи, в эти машины, куда-то ехали, попадали под обстрелы. Ну, то есть, это такое горе, такое людям горе внутреннее. Хрен с ними, с этими разбитыми домами. Мы там эти дома, понятно, мы их строили там и построим еще в два раза лучше, в два раза красивее. Вот. Но вот эти травмы, куда их убрать потом? Куда их убрать? Ну и понятно, мужики, когда все это увидели, даже не военные мужики, понятно, что они взяли в руки оружие. То есть, они взяли в руки оружие, потому что это их напрямую коснулось. Вот о чем идет речь. Какие уроды, вот какие россияне, оккупанты, вот, ну, это же не люди. Вот они пришли сюда, скажи, на что они надеялись? Что это вообще? Что в голове? Слушай, ну, я уверен просто, что они рассчитывали здесь на Крым плюс. Ну, то есть, я думаю, что они вот так шли. Но это же надо быть чистыми дебилами, чтобы группировкой там 200, сколько их там было, 250 тысяч, идти там, например, на 5-миллионную англомерацию Киев, например. Ну, это же бред. Само по себе. Если в Киеве, там, они же знают информацию. У них же Медведчук был, ну, у них же доступ был, у них же СБУшники были, у них были все. Вот. Если в Киеве, там, по-моему, под миллион стволов зарегистрировано официально только охотничек. Ну, то есть, вот Киев, я имею в виду большой Киев, Борисполь, Макаров, Абухов, ну, то есть, Киевская, вот это вот, Киевский район весь. На что они рассчитывали? Они рассчитывали на страх, на русская авось, на вот это. Они рассчитывали на то, что все пообсираются, рассчитывали на то, что подумают, что моя хата с краю, это же Украина, они же знают. Они думали, что украинцы, они конченые эгоисты, жлобы, ну, то есть, у них было самое плохое, самые плохие характеристики, они взяли самые плохие качества. Ну, потому что они думали, как себя списывая, они думали, что не только они просто, а оказалось, наконец-то, не дураков. Ну, у нас же тоже с тобой дураков, друзей достаточно хватает, правильно? Ну, везде есть, слушай, а у меня процент, процент, количество, вот именно. Я думаю, что их вот, какой-то, как на самоуничтожение они пошли, вот какой-то такой, или пан, или пропал уже, знаешь, или победят они, или они проиграют, то есть, они же понимали, что это просто так не закончится.